Шалом, граждане! На повестке 54-й выпуск Best Replay с вами Баневур Владимирович, аспирант Батькович, ну и, конечно же, сайт Goodgame.ru и бла-бла-бла-бла-бла. Конечно, благодарим наших постоянных спонсоров, которые в этот раз расстарались и поддержали рубрику «Копеечка». Итак, вот имена этих благородных, безусловно, выдающихся джентльменов. Аноним Косарик закинул и подтвердил свой статус анонима, ничего не сообщил. Большое тебе спасибо, неизвестный человек. Купер, 500 рублей. Богиня, наставь меня в пути. Ща наставлю. Ярослав, 188 перевел, взялся за грудь, скажи что-нибудь. Известное изречение. Просто так зритель Алексей закинул полтос. Будем рады, Алексей, если ты это будешь делать часто. Просто так. Пенсионный фонд России полтинник отправил. Вот это радует. Вот куда деваются пенсии ветеранов труда. Они на донату уходят на Best Replace. Явно в пенсионном фонде засел фанат рубрики. Будьте осторожны. Или нато, 29 рублей. Эх, рудники заканчиваются. Надо на последние гроши поддержать любимую рубрику. Желаю тебе натаскать побольше голды. И Максон, червонец, внесу свою лепту. Внесено. Проверяйте. Спасибо вам большое, ребята. И еще хочу отметить отдельно парня по имени Спартак. По фамилии Нигелин. Ну, наверное, это не его настоящее имя. Это не важно. Самое главное, что он внес еще один вид конструктивной поддержки нашему каналу и нашей рубрике. В виде пака с демками. Насколько сочными будут эти игры, я не знаю. Но, по крайней мере, человек постарался. Откопал где-то старый архив с большим количеством реплеев, с участием профессионалов. И отправил его нам. Вот за это большое спасибо. Потому что, естественно, Warcraft, несмотря на новый патч, не забил пока большим количеством каких-то убойных демок. Плюс с развитием видеохостинга, видеостримов, довольно тяжело стало искать именно реплеи. Поэтому все меньше и меньше материала для работы. Все сложнее и сложнее откапывать алмазы в этом болоте. Так что любая ваша лепта, внесенная и таким способом, тоже очень сильно нам поможет. Присылайте демки. Но только старайтесь, чтобы это были не ваши фановые игры на уровне Rock and Rock, а чтобы это были какие-то интересные, действительно заслуживающие внимания экземпляры. Все, погнали смотреть реплей. Ну а наблюдать мы сегодня будем противостояние Дриста против Ебилика. Нисколько не сомневаюсь, что это поляки. Что придаст игре дополнительных прелестей и прикрас. Так что ждем сочной схватки. Итак, Дрист у нас играет за Андедой. Надристал себе тут, видите, на проклятую землю. Все вокруг в какой-то жиже зловонной. Ну, собственно, оправдывает ник. Ну а Ебилик просто такой, знаете, простофиля, дурачинушка. Такой паренек недалекий. Ебилик, одним словом. Таскает что-то с зеленой рожей мешки туда-сюда, туда-сюда с золотом. Ну посмотрим, что будет. Карта у нас свежачок. Не помню, честно говоря, ребят. На новом ладдере я почти не играл в соло, поэтому карту я знаю. То есть визуально я ее распознаю. Но название я не помню. Уж не обессудьте. Это не олдскул. А я в последний год максимум, даже последние несколько лет, в основном делал упор на играх 2 на 2, не на соло ладдере. Ну, как бы то ни было. Орк у нас играет без барака, в быстрого облайда. Возвел лавку и побежит сейчас Харасте Андеда. Что у Андеда? У Андеда фаст-склеп, кладбище, поздний алтарь. То есть как раз ебилик, не такой уж и ебилик, если честно. Он придет очень вовремя Харасить ДК, не давая ему окрипиться. Поздний ДК, ранний Блэйд, тут все. Ебилик идеально подгадал с таймингами, со стратегией, с опенингом. Ну, посмотрим. Начало, конечно, многое решает всегда. То, насколько Андед сумеет прокрепиться, то, насколько орк сумеет прохарасить. Какой лут ему выпадет из зеленых точек, я имею в виду, Блэйда. Может быть, он где-то сможет Томов Экспириенс тиснуть какого-нибудь моба. Подгрызть. Ну, в общем, много факторов, разных нюансов влияют. Пион на разведке, увидел застройку, увидел глухую застройку Андеда, понял, что там особо Акалитов не похарасишь, увидел раннего Финда. Ну, в общем, все, по идее, должен понять. Сам Блэйд под Виндволком отправляется покупать, что, сапожки, что ли? А, цирклет, конечно же. И выбивает из голубого бамбра какой-то девайс. Уж не знаю, в какого угла девайса выпадает из этой точки. Подозреваю, что что-то получше может выпасть, чем цирклет. То есть, видимо, это оранжевая точка, соответственно, здесь может выпасть что-то более крутое. Большой бутылек маны, ну, наверное, это не то, что хотел бы Блэйд. Блэйд замазался, правда, несовно хлебавший. Нет, конечно, потом Шэдоу Хантер, например, скажет огромное спасибо за такой подгон. И как-то я слышал рассуждения Майкера о том, что, например, вот такой бутылек маны с третьим Шэдоу Хантером полный гораздо эффективнее, чем большая банка ХП, потому что лечению он выдаст Шэдоу Хантер гораздо большее количество. И на эту банку вылечит гораздо более масштабное количество хитпоинтов. Такое ощущение, что пион сейчас Блэйда подхилил, или они поздоровались за руку. Ты пион к нему повернулся. Но, видимо, не может стоять спиной. Поиска вступили в бой. Да, ну и Блэйд развлекает здесь ДК, старается не давать ему просветочка, Койл. Не сильно этот Койл отпугнул. Блэйд явно охотится за Морлоком, который очень красный. Да-да-да-да-да. И, кстати, ДК уже почти на второй левел себе здесь накрепил, поэтому такой уж удачный Харас от Блэйда. Если честно, вот второй левел у ДК. Нет, это не то, ради чего нужно заказывать раннего Блэйдмастера. Правда, Блэйд там тоже себе почти на второй левел напрессовал. Ну, он там еще Бамбра, сам там подкрепился. В общем, Блэйд понял, что как-то не идет у него Харас. Купил сапог. И будет возвращаться. Да, ему бы вернуться, потому что Андетт начинает очень толстую точку забирать. Видите, тут всегда это такая медаль с двумя сторонами. С одной стороны, ты вроде идеально подгадал с таймингом на стратегии. С другой стороны, если ты этим не смог воспользоваться из-за своего микро, то какую бы ты стратегию ни выбрал, ты не сможешь ее реализовать и удачно воплотить, если у оппонента просто более прямые руки. Такие дела. Вот почти третьего левела ДК, это прямое тому подтверждение. Довольно красноречивое. Ну, а Блэйд Майстер бегает еще не до второй, и это при том, что он с самого начала знал, что будет делать Андетт, разведал рабом, пришел вовремя по таймингу, но вот как-то не добивалось. Может быть, не стоило тратить время на этого бамбра и выбивание вступчивого. Большая банка ман, это, конечно, было риск, могло выпасть что-то более приятное и жесткое. Не знаю, что, ну, какой-нибудь там, не знаю, когти какие-нибудь. Плюс 6, да. Для Блэйда было бы самое то. Ну, как бы то ни было, ДК уже третьего левела, все у него прекрасно. У него две цирклетки и туфли ловкости. Я думаю, Блэйд Майстер с удовольствием бы обменялся сейчас инвентарем с ДК. Потому что у него-то как раз бессмысленное кольцо защиты. Банка маны, которая ему тоже, как козе, пятая нога. Финк на разведке и сейчас огребет. Да, этот финк, ну да, блочить, блочить надо. Нет, ну поляки играют, ладно, не будем. Не будем от них ожидать чего-то слишком. Это как футболисты сборной России. От них никто ничего в этот раз реально не ожидал, а они взяли и приятно удивили. Пусть это лучше будет радостный и позитивный сюрприз, чем горькое разочарование. Войска вступили в бой. Так, что там по стратегии? Орк строит Зверинец 1 и, судя по всему, уходит в фаст Тир-3, наверное, да. Без Spirit Lodge он экономит на производящих зданиях, чтобы поскорее получить все прелести своего Тир-3. Ну там что угодно может быть, но скорее всего это будут какие-нибудь Headhunter с... Грантами, Райдерами, Сорбой там, со всеми делами. Что у Андеда? У Андеда второй герой там, вижу, заказывается. Это Личевка, безусловно. У Орка вышел Shadowhunter. В общем, по стратегии все довольно классически. Но Орку придется сейчас отпускать Андеда, хотя вот он пытается сейчас на этом выходе с базы поймать. Пока, может быть, даже Хекс взял Shadowhunter и будет... Да, он Хекс взял и будет агрессивно играть. Он пытается сейчас... Но тут же у ДК есть много Кайлов. Да, вот они Кайлы и вот он... Сейчас еще Фрост Арморчик, пожалуйста. Да нет, это какой-то такой довольно прохладный Харас. У Андеда 4 Финда, Личевка, Скелеты. У Орка там 3 Гранта несчастных и Shadowhunter с Хексом. Блэйд пытается заблочить ДК, но... Да, у него это даже получается. Смотрите, блистательно успел замазать. Но ДК, видимо, чемпион своего района по метанию Кайлов. Вышвырнул Койл на 300 метров. И Грант умер с соплей на спине. Напоминаю, играют Ебилик против Дреста. Войска вступили в бой. Что, в общем, хоть какой-то... Иронический рисунок игре придает. Хоть как-то нас развлекает. Вот, а мой Ебилик пытается прыгнуть на стол, но... Слава Богу, что передумала. Потому что она очень сильно... Мне бы подпортила здесь комментарии. Так, Тир-3 запускает Андет. Все вроде по таймингу, все вроде правильно. Что тут у нас выпало, нам не показывают. Войска вступили в бой. Аспирант упорно нам кликает на ДК. А, он отошел, дает лечу Крипица. Ну, в общем, вот все. Это все, что мы знаем о мертвом рыцаре. Айвенга с лицом мертвыца. С лицом Фредди Крюгера. Вот кого мне напоминает ДК. Так, здесь тоже идет Криппинг. Да, вот она Арба. Блейдовская. Отлично работает против Дестройеров. Вступили в Азоне с перчатками скорости на атаку. Ну, в общем-то... Шаманов, конечно, никто строить не будет с Бладластом под Дестрок. Я к тому, что... Ой, какие улича и темы хорошие. Кошерный инвульчик. Камень маны, который дает повышенный реген. Ну, то есть, заряжен будет хорошо Андет. Это закопочка Финдам. Не перестроил ли ты Финдов? Он как-то выходит через Крит массу Финдов. Видимо, добавит. Хотя, а Дестройера добавлять-то и не надо. Потому что дисплейли-то нечего. Нету орка, никаких кастеров. Поэтому, может быть, он добавит не Дестройеров, а Верма. В свою армию. Войска вступили в бой. Продолжается Криппинг. А Блэйдмастер пытается снова кого-то нахарасить. Так, он будет пытаться добить глиняного голема. Это круто. У него есть большой инвуль на тот случай. Но просветочка вовремя была сделана. Все четко, все грамотно. Улича, правда, арбы нет. Не знаю, будет ли инвентарь какой-нибудь изучен. Тинфер-3 уже должен, по идее, заградиться был. Ничего не получается у Блэйда добить. И спереть ничего не получается. Рунные браслеты, кстати, это такой девайс, от которого Блэйду стал обожить намного легче. Ну, 30% снижает эффективность нюков, крылнов. Я думаю, Блэйд сейчас убежал. Очень расстроен им с этой точки. Такой, знаете, от зависти, наверное, аж покраснел. Обычно зеленый бегал, а тут зелено-красный, как новогодняя елка. Да, ничего не получается у Микаса добить. Не его день. Добивает он только Андеда. Своей нерасторопностью. Скажем так. Да, здесь еще вот Кадой, опять же, в контексте Тир-3. Грейт на Бетон. Короче, Орк пользуется всеми прелестями своего Тир-3. Грейт на Берсерков, Грейт на Кадой, я думаю. Либо уже сделан, либо в скором времени пойдет. Ну, короче, Орк готовится к стандартному своему выходу, там, на 50 лимита жесткому. Ну, а дальше посмотрит, я думаю. То есть, ставит нычку. Для того, чтобы ставить нычку, нужны какие-то основания. Дестройер, я считаю, это не рационально. Не совсем... Скажем так, не совсем валидное решение от Андеда. Не то пальто, не с той оперы песня. Потому что, ну, реально, у Орка нет никаких кастеров, вообще. Хекс диспелить, скажете вы, ну, это такое, знаете. Ради этого заказывать более двух дестройеров, делать Грейт. Там будет два дестройера, потому что там три печки. Ну, или, может быть, Андед не хочет заморачиваться с перекритиванием на лечение печки. То есть, на восстановление маны и жизни. Так, надо посмотреть лимиты. 60 уже, тем временем, у Андеда. Кстати, он выходит из Андеда. Но это такая страта Андеда. Подкопиться и выйти в атаку. Саленс, кстати. Кто это? Кто накинул Саленс? Фокус в Кадое. В Кадое не выживает. Потому что Дарка где-то. Я не вижу Дарку. Хоть убейте меня. Долблюсь в глаза. Или ему выпал какой-то специальный итем. Очень много финдов. И Андед сейчас орка здесь разложит. Просто в щи. Просто в щи. За счет 60 лимита. За счет жесткого фокуса пауков. Гранты легли мгновенно. Там нова решает. И орк бежит в освоясь. И Андед просто подкопился и вышел. Вышел. А, орка 39. Ну да, его просто развальцевали здесь. Ничего не потерял у Д. А! Ты там вышки ставил с бетоном. Орк хотел нычку на 50 ставить. Но это, знаете, очень прохладная история. Когда я как раз. Подтверждение моих слов. Такая яркая, красочная иллюстрация. Не надо ставить нычку, когда у вас нет на то основания. Вот с чего орк решил, что он может ее поставить. Я не знаю. Он не выиграл в каком-то сражении. Он не нахарасил Андеда нормально. Андеда хорошие прокаченные герои. Да, Блэй там под Энвулом сейчас режет. Уже второго финда пытается убить. Но они закапываются. А орк теряет все больше и больше армии. Я вообще не понимаю, зачем было идти отвоевывать вышки с тремя юнитами. В общем, сейчас орк... Да, вот она, Дарк Рейнджерка. Я что-то видел Сайленс. Видимо, долбанулся в глаз. Потому что я... Войска вступили в бой. Вот в упор не замечал, где эта Дарка обитает. А она тем временем уже вторая. Это значит, что у Андеда будет еще больше скелетов. Я думаю, что он именно стрелу возьмет. Ну, не Дрейн Лайф же. Для этого есть ДК. Ну, у Андеда полностью выигранная ситуация. Но мы понимаем, что это бест реплейс. И все так просто закончиться не может. Уж будьте уверены. Будьте спокойны, что сейчас вот не возьмет Андеда и там не добьет орка на мэне. Или там орк не пишет ГГ и не ливнет просто вот расстроившись. Нет, орк будет играть до конца. И, видимо, что-то там какие-то камбэки себе наметят. Но пока идет Криппинг. Блэйд, конечно, нужен пятый уже с такими Андедовскими героями. С таким набором армии. Третьему Блэйду там делать нечего. Нужны обязательно третий криты. Чтобы выписывал. Ой, там труба Легиона. Ну, не повезло немножко Андеду с этой трубой. Дублируют на ауру Андед Найта. Ну, на продажу, на продажу. Два Кадуэ. Ну, я не знаю. Орк очень сильно потерял. И Андед может сейчас просто идти добивать. Там, правда, орк снова Витя закладывает в вышки. Но Андед очень четко, грамотно и своевременно разведывает. Еще одна стычка. Блэйд очень битый. И получает сразу же люлей. Потому что там целых две шейды. Грамотный Андед. Ну, что скажешь. Две шейды. Все идеально сделал. У Блэйда вообще никаких шансов. И я не представляю, что должно произойти. Какое чудо, чтобы орк сейчас здесь не остался. Поскольку шансов у него вообще нет. Но, может быть, Андед как-то слишком самонадеянно полезет вперед опрометчиво. Не знаю. Блэйда нет. Шейды забыл, правда, немножечко. Это вот недоконтролил УД. Ну и две шейды, наверное, друг за другом не нужно таскать. Одну надо отправлять на всякий случай, наверное, на экспант орочи. А вторую, ну, вторую таскать с армией. Может, алтарь пофокусим? Хотя, наверняка, да, вот, нанимает из таверны Блэйда. Шейда это разведывает. И сейчас, ой, как неприятно. Андед мог... Андед неправильно сделал. Он должен был дать орку нанять Блэйда. Блэйд там с половиной хп. И... Ну, я не видел, что у него там было в инвентаре. Было ли у него ТП. Но, судя по всему, нет. Короче говоря, если бы нанял Блэйда, и только потом армия Андеда появилась, то, ну, орк очень сильно бы расстроился. А так, Андед спугнул рабочего, пиона. И не дал ему снова вызвать своего, своего главнокомандующего генералиссимуса в бой. Да, ну, орку дорог, хороший совет. Я не знаю. У меня таких нет, если честно. Целых две шейды охраняют таверну, на всякий случай. Одна шейда заглядывает под хвост волку, а другая смотрит в глаза всаднику на нём. А вот и Блэйд. А вот и Финт. Ну, как так-то, Андед, у тебя две шейды там? Ну, надо было как-то... Ну, Андед решил просто добивать на Мэйне, уже не обращал внимания на то, что происходит. А вот Блэйд очень грамотно, видите, подрезал под крепу, бежит обратно. Андед идет его встречать. Ой, идет встречать. Ой, опасно. Так, у Блэйда есть только инвул. В принципе, затарен он неплохо, все лишнее он продал. У него капюшон там на ловкость и еще на что-то, не помню. По-моему, на силу. То есть, Блэйд поплотнее, пожирнее еще с двумя сэр-клетками стал. Но... Но все равно мне, конечно, самому не выдержит нюк, а плюс есть сайленс на всякий случай, чтобы винволка не было. Короче, не знаю, зачем было брать дарку, но, видимо, исключительно из-за того, чтобы вот так вот ситуативно подрезать либо Блэйда, либо Шидоу Хантера, либо на Шидоу Хантера хекс, чтобы не было хила, либо на Блэйда, чтобы не было винволка. Скорее, на Шидоу Хантера. Ну, а Андет продолжает контролить, фокусить. Три дестройера работают очень жестко. Блэйд пытается нарезать одного Финда, очень долго у него это получается. Но все-таки Финд лег. Блэйд, 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 Блэйд Маста! Нет, не застрелит. Облавка не достроилась. Нет маны. Нет же маны у него на... Ой, как тут Андет не доконтролил. Закопал Финда, но не успел этот Финд уйти под землю. И уже четвертый Финд сейчас ляжет. И постепенно... Ну, вот то, что не добил Блэйда, это, конечно, большая, очень грубая ошибка. Оттуда, оттуда, а сюда. А что это выложили? Венец благородства. Это что такое? Это чье это? Не знаю, может это на следующую катку. Архимаг или какой-нибудь... Скорее, Демон Хантер выложит. Говорит, ребята, тут просто припас не берите, это мое. Ну и благородные поляки не трогают чужого добра, им оно не надо. По-прежнему очень битый орк, по-прежнему у него печальная ситуация. И по-прежнему я понимаю, что... Ну вот они, но вылетят. Я, честно говоря, там... Хотел бы сейчас прокликать героев Андету, но я так подозреваю, что уже пятый ДК и где-то там четвертый Лич. У нас имеется слишком много орочей армии истребил Андет за эти 20 минут игры. Так, цирклет по-прежнему никто не забирает. Там уже пятый Шэдоу Хантер, понимаете? Но... Будет Сайленс вовремя и никакие лечения уже не помогут. Очень сильно орк отдается, конечно. Подкреп он дает, подрезает грамотно. Молочник работает. ДК четвертый. Почти пятый, но за счет трех героев, конечно. Он еще не пятый. Вгрызаемся в Дестройера. Нужно хилить, нужно хилить Дестройера. Аккуратно. Ну, как так-то не доконтроливаешь? Зачем просто так отдаешь юнитов? Так, попытка вгрызться. Ну, так, надо же Сайленс кидать, а потом уже Койл новой нюкать. Где Дарк Рейнджерка? Ну, ладно. Андет успевает закинуть Фрост Армор на ДК. И за ним идет погоня. ДК отошел. Резко разворачивается орд для того, чтобы ДК не успел подойти. Но нужно пытаться нюкать. Есть еще мана на хилу Шадоу Хантера. И поэтому решил работать по юнитам. Видимо, Андет. Ну, он отдавался здесь. Безусловно. Два финда в закопке. Дарка. Можно Шадоу Хантера. Шадоу Хантера нюкнуть. Будем, наверное, хилить Абома тогда. Нет, теряем еще и Абома. Где все хилы? Да, вот он, Сайленс нюк. Передаем НВУ на последний ХП. И ДК, ДК, ДК. Жми ДП. Ну, Хекс. Великолепно. А где же был диспелл от Дестроера? Я не знаю. Да. Ну, вот на микро Андет как-то... Недоконтроливает немножечко. По микро он орку уступает. По макро, по пониманию игры, он, безусловно, намного такой более предусмотрительный, грамотный, что ли. Так, вгрызаемся в лича, и лич сейчас тоже умрет, у него нет шансов, сейчас еще и Дестроера добьем. Вот это камбэк, конечно. Ну, короче, по макро все делал Андет правильно, но... По микро хорк оказался более способным парнем. Да, там почти шестой Shadowhunter, вы понимаете, там пятый Блэйд уже наполовину шестой. Вот теперь, конечно, Андет дождут нелегкие времена. Так отдался. Вот он, я думаю, если пересмотрит демку, он себе пробьет фейспалмом лоб, а может быть выбросит системный блок из окна, когда увидит, что он не добил тогда Блэйда на мейне у магазина, буквально ему там оставалась одна пличка, магаз не достроился, и Блэйд должен был умереть, там бы, я думаю, Орк и остался. Ну, а теперь Андет великолепно заруинил. 45 лимита из 60... Из 60 имевшихся в наличии, плюс, считаем, постоянную подкрепу, то есть, ну, Орк там зарубил очень прилично. Лимита 30-40, он, я думаю, слопал. Минус 2 героя также сделал. Хорошо, красивый был микро-момент, когда пытался сделать... Ну, сделал Сайленс, Андет пытался убить, по-моему, в кого он... По-моему, в Шэдоу Хантер оттыкал. А вот теперь нычка уже будет вполне логично и правильно, и уместно. Вот, и Орк развернулся, передал под Сайленсом инвул Шэдоу Хантеру, нажал инвул, и с разворота через Хекс убил ДК. Это было круто. Но было бы совсем здорово, если бы Андет еще успел Хекс задиспелить. Но, повторяю, он, видимо, намного лучше играет в макро, чем в микро. Рудник закончился. Да, у нас там уже 23-я минута идет. Рудник закончился. Орк ставит... Да, он продает все, пытается купить шкатулку, покупает шкатулку. Андет эту точку контролирует, но... А что теперь, контролирует, не контролирует? Да, вот она нычка из шкатулки будет. А как ты будешь убивать, непонятно. Правда, Блэйд все продал, но у него достаточно все равно и армора, и хп, и самое главное, плюс 9 к урону за счет арбы. И он довольно толстый. Ну и самое печальное для Удая это Шэдоу Хантер почти шестого левела, который... Он, конечно, не возьмет ульту на шестом, он, я думаю, возьмет там третий Хекс. Потому что ему вообще не нужна эта ульта, которая, видимо, затыкается с Айленсом от Дорки элементарно. Так, Шейды убили. А, Андет это тоже не промах, посмотрите, он там нычку уже давным-давно, господи! Ну, карта зеленая, Андет зеленая, я как-то, знаете, она... И вон там еще справа внизу закладывает, судя по всему. Ёпс Тудей! Ваш комментатор в очередной раз, ну, судя по всему, трахнулся в глазницу, потому что... Ну, как можно было не видеть такую нычку, которая уже там разрослась зигуратами? Видимо, Андет ставил ее еще тогда, когда доминировал над Орком. Было такое время. Короче, игра начинается заново, смотрите. У Андетта тоже прокачанный герой, и, в общем, он успел позаботиться о своем будущем. В резервный фонд там вложился, и этот резервный фонд сейчас приносит ему довольно приличные дивиденды. Вот, ну и Орка все тоже неплохо. У него есть экспант. Так, а там что? Орк не разведал, Блэдмастер бегает за удом. Ну, Орк главное, чтобы его нычка сейчас выросла и начала добывать. В общем, все начинается сначала, Андетт снова наштамповал довольно приличную гапшу финдов. Но у Орка здесь две вышки уже достроены с бетоном. Блэдмастер пытается отвлечь, и Орк, судя по всему, не знает о нычке справа внизу. Ну и слева вверху тоже. Просто он, судя по всему, прибывает... Да нет, он должен понимать, что откуда у этого Андетта есть определенный лимит. Правда, он может предполагать, что это, знаете, ну такой последний стабилизационный фонд был исчерпан. Исчерпан у дом. Короче, Орк пока про нычки не знает, иначе Блэд был бы уже там, это логично. Или... Да нет, был бы там. Был бы там с персоналочкой, я думаю, он был бы там, уже харасил бы колитов. Вы знаете, ой, об этом еще в пользу вот этой теории говорит еще тот факт, что Орк жмется на экспанде и думает, что вот сейчас достроятся вышки. Андету ничего не останется, как поломиться, он видел мою нычку, у него своих экспандов нет. И Андету просто, ну Андетт просто обязан будет наламываться волын о эвэйжен. Неплохо, ну это поможет от дэмэджа, от фокуса финдов. Чуть меньше получить у Лича, инвульчик есть, у Дарки, у Дарки пустая сумка. На всякий случай вторая... Вот, Орк побежал проверять. Ну как бы он понимает, что это Андетт не нападает вообще. Вроде, ну ему надо наламываться, пока Андетт не начал приносить. Увидит он экспанд Андетта, но здесь уже два Зигурата, здесь уже Некрополь и Блэйд пытается, но под морозным Зигуратом особо не разбегаешься. А если у тебя... а у тебя нету персонального телепорта, и Андетт решается поломиться, но здесь четыре вышки с бетоном. Не так-то просто все будет, надо вышками фокусить Дестров срочно. Да, молодец, Орк пытается это сделать. Блэйд пешкарусом, или через Магас и персоналку все-таки полетишь назад. Андетт пытается просто отвлечь. Но Андетту нет вообще смысла никакого улынить, у него сейчас уже пятый ДК, и он видимо просто на пятый ДК себе пытался нахарасить, на пятого ДК. Пятый ДК это отличный нюк, и Сайленс, Дарки-то тоже диспелится, понимаете? Как и Хекс. Поэтому здесь обоюдно острая ситуация. Либо Андетт может схватить Хекса и умереть, и не успев его вовремя задиспелить. Либо Орк может схватить Сайленс, если не успеет... А, Сайленс диспелится, Дестроера недавно. У Дестроеров у Орка нет, ребята. Вот такая новость в 2018 году. У Орка нет Дестроеров. Только если Дарк Рейнджерка переманит Дестроера. Но и Дарк Рейнджерки у Орка тоже нет. Вот такая вот беда. Ладно, у нас тут стычка, что несу, ничего не понимаю. Не обессудьте. Очень сложная была неделя, много мероприятий сегодня. Я еще не проснулся. В каких-то моментах, видимо, оперативная память дает сбои. Орк сидит на экспанде, улыбается. Но у Андетта две работают, понимаете? Две. Сейчас могут вермы... Да, да, только я сказал. Но все-таки еще что-то я соображаю, понимаете? Что-то еще... Голова еще что-то... Что-то... Варит. Что-то понимает. Тяма-то моя. 63 лимита. Да, Андетту надо в сотку выходить, да и все, вообще не париться. Не нужно лезть без вермов там. Что это такое? А, кто-то тянет нового в рабов? Или что это такое? Или там из клик какой-то? Так вот можно Хекс легко огрести и... Потом не унести юбку с поля боя лечевки. И тут Блэйдмастер внезапно понимает, что проблемы гораздо более серьезные, чем он предполагал. Андетт на одну нычку орка ответил двумя своими. Столько шахидов в одном месте живых. Андетт этот орк еще не видел. Правда, назвать колитов живыми. Но, по-моему, колиты как раз живые по лору. Они ведь прислужники этого культа проклятых. Это не значит, что они померли. Вот гули точно дохлые. Поднявшиеся ханурики. Финды, по-моему, живые. А бомы это вообще франкенштейны там собраны из... кусков плоти разных созданий. Так что... Все-таки живые окориты. Здесь еще есть некрополь. Ну, что нужно сделать? Наверное, нужно Андеду не скупиться на зигураты, чтобы такого не было. Хараса, еще пара зигуратов. Там персоналочку, не знаю, на ДК, например. А, или вот так. Найнвул развели. Вирм пришел. Начинаем убивать. Блэйд, ты что, опять без персоналки, что ли? Ну, что, что такой... Ты такой остолоб. Такой ты не предусмотрительный, товарищ. Ну, соберись. Без персоналки нельзя ходить по этой карте. Персоналка на вес золота здесь. Добежал пешком. Правда, он у нас, Усейн Болт, известный. Бегает под винволком. Уже двух виндов сразу нарезал. Огреб. Фокус убегает под инвулом. Но сейчас инвул закончится. Минус дестрой, минус тележка. Андед немножко отступает. Но, мне кажется, второго нюка он может не пережить. Все, сейчас будет второй нюк. Полетело. Нет, не полетело. Давай, лети, 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 лепесток. Поверму фокус. Давай, 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 Андед. Ну, кидай там все. Фокус по блейду и начинает плясать. Плясать Shadow Hunter. Тут же в него вгрызается ДК. Не понимает, кого убивать. Два зайца, минус Shadow Hunter. ДК съедает финда. Детпакт изучил. Выживает. Где лечевка? Лечевка жив. Но Shadow Hunter минус. Блэйд красный. Все, Андед побеждает. Нормально так. Потанцевал. Shadow Hunter. Мне напомнило это знаменитый мемасик с мамой. Все, я потанцевать хотел. Как же этого чувака звали, ты забыл? Когда-то был очень популярный. Экземпляр. В трендах Ютуба присутствовал. Гамаз, конечно же. Гамаз. По мозгу проехал Камаз. Короче, смысл в том, что... Да, вот Shadow Hunter тоже говорил. Я все потанцевать хотел. Ты что, дурак что ли? Я потанцевать хотел. Ты что, дурак? Я что, не могу потанцевать? Ты дурак. И пошел воскрешать его в таверну. Ну ладно. Шестого левела Блэйдмастера. Это уже интересно. Это может быть Блэйдсторм вовремя. Вот, например, на Акалитах. Но здесь у Андеда, напоминаю, экономически очень жесткое преимущество. И... Он не уничтожит эти здания Блэйдстормом. Он не уничтожит. Хотя... Нет, ну, Зигурат это да. А вот Вермятник, конечно, жив. Андед летит назад, но... Сейчас вот, по-моему, здесь Орка и похоронят. Есть ли ТП у него? Есть ли ТП у Орка? Это большой вопрос. Большой толстый. Рудник жив. Опасный момент. Сайленс. Чтоб не было Виндволка. А где Койлнова-то, ё-моё? Койлнова-то будет сегодня, товарищи? Неужели мана нет? Я не верю в это. Верм вышел. Будет сейчас плеваться новыми в Блэйда. Ну, в общем, у Орка прям совсем печальная ситуация. Всё-таки продолжает у нас вот эта ситуация, которая у нас нарисовалась в самом начале игры. Эта ситуация продолжает повторяться из раза в раз, когда Андед более грамотно реализует свои макро-таланты, а Орк лучше в микро. И посмотрите, снова Андед, потеряв очень много своей армии, он всё-таки позаботился о будущем, построил два экспанда, что значит для Андеда большая редкость. А Орк по-прежнему лучше контролит. Правда, контролить ему постоянно приходится на меньших лимитах. На маленьких лимитах, как говорят покеристы, но на них он старается, справляется и выжимает максимум из того, что может. Так, Шэдоу Хантер здесь может встрять. Да, у него нет шансов вообще никаких. Он там что-то сожрал, по-моему, но от такого фокуса не уйти. И всё, таракан заблудился, и таракана пришлёпнули мелком Машенька. Машенька в юбке. По имени Лечёвка. Ну, есть у Орка, да, определённое количество ресурсов, но я бы не советовал сейчас воскрешать Шэдо Хантера. Воевка вступили в бой. Армии нет. Здесь, конечно, а, там вон ещё нычка, ё-моё. А, она только строится. Да, 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 Андетт вовремя всё разведал. Всё чётко, всё грамотно, всё правильно делает Андетт. Две вышки, кстати, уже передамажат печку, это 100%. Андетт идёт отменить на всякий случай эти вышки, чтобы Тамар в какой-то момент подшумок не... О, минус вирм. О, Блэдмастер откатилась ульта. О, сейчас ещё Дестер умрёт 100%. Не, не успевает донести Койл ДК. Хотя, вроде, швырял. Швырял он его, как такой кандидат в мастера спорта добротные. Молотки, да, на чемпионате. На чемпионате отступили в бой. На чемпионате своего района. Но в этот раз не докинул. Ну и Орк переламывает. Вы посмотрите, он расхарасил один рудник, расхарасил второй рудник. На первом, наверное, уже толпа калитов добывает, как и прежде. Должна, должна быть, по крайней мере. Потому что Андетт в макро силён. Соображает в глобальном... В глобальном стратегическом планировании. Так. Орк пытается порезать себе финда на ланч. Потому что время ланча уже, понимаете. Андетт находит Орк. А в общем, какая-то бессмысленная беготня в попытках нахарасить. Но там пятого левела Дарк Рейнджерка. Вы понимаете? Вы понимаете? Там третий Сайленс сейчас. Но вот это кажется ГГ. Вот третий Сайленс дисплейт уже реально будет нечем. И незачем. Блэйд старается, как может, конечно. Он уже даже на седьмой левел околитов нахарасил. Но глобально... Пока сейчас нычка в нычку играют, правда. Снова. Но тут... Тут герои он гораздо сильнее. То есть Кузнечик ловит Сайленс и умирает. С прокаста вообще. Без вариантов. Я не вижу аутов здесь для орка. Ну вот, а я не вижу. 52-53 лимита у даун. Снова выходит из этого самого лимита. Хотя... Ну вот Андетт сейчас теряет время. Мне кажется, уже пора ползать по карте со скоростью... Со скоростью беременного навозника. Нужно уже как-то идти и убивать. Просто идти и убивать. Армия у тебя есть. Герои у тебя очень сильные. Купи там в магазине какие-нибудь поушены и иди убей. Потому что, ну как бы... Третий Сайленс, дисплейить орку совершенно нечем. И в этом его проблема. И третьего Сайленса хватит для того, чтобы... Правило, тут есть ОА. Маны выпил. Блэйд шторм. Ну, иначе Блэйд мастер так будет до бесконечности делать. Вообще. Минус 2 зига. Но здесь уже есть Некрополь. И свежая Акалита будет быстро подходить. В общем, Андеду надо уже что-то предпринимать. У него по-прежнему ситуация выигрышная. Но ей надо уже как-то пользоваться. Так. Сайленс. Вовремя успел Блэйд мастер уйти в... Альтернативную свою форму. Ну, и Андед, конечно, видите, да, снова по макро успевает. Вот это не Санчесовская макро, когда он может с одного мейна забыть и колита построить всю игру с четырьмя сидеть. Вот он успевает на оба рудника накидывать новых и новых бабок, которые намаливают ему золото. Откуда у тебя золото? Намалил, да, как Патриарху Терилу говорили. Так. Ну, все. Андед уже приступает к каким-то решительным действиям. Блэйд, как обычно, вообще не там, где надо. Вообще какой-то другой совершенно... В другом конце карты. Гуляет. Тусит. Что-то там покупал. Тупил. Правда, Финда там через сетку, да. Койл не успел прилететь. Блэйда мало маны, кстати. И вот он только сейчас пришел. Еще одна сетка. И надо нюкать. Надо нюкать. Так, начинается битва. Да ладно, неужели Орк опять размикерит? Сайленс. Сразу же Инвул для того, чтобы не схватить Койл Нову. Андед пытается размансить. Отступает Финдами. Сейчас. Прошел Инвул. Два Финда в закопке. Налича сетку. Ну да, Орка там же тоже кое-что есть. Какая ударная сила. Но тут правда Койл в лича. И нужно, мне кажется, нюкать снова. Лич отступает. Сейчас будем кидать Нову. Сейчас будем делать Сайленс. Койл Нова. Давай, 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 давай. Тут может начать. Да, Сайленс лег. Койл, Койл. Где Койл? Блэйдмайстер отступает. Андед за счет арбы убивает. Хэтхантера. Нужен Койл в лича. И вот с разворота. Отличная. Ново вошла Блэйду. Прямо промеж глаз. В самое дышло, что называется. Он принял, ну и все. Это ГГ теряет главного героя Орг. Да как ГГ? Конечно, не ГГ еще. Подождите, сейчас. В таверне. Еще наймет Блэйдмайстера. Еще наймет Блэйдмайстера. Денег-то много. Денег много. Прямо как у Министерства финансов Российской Федерации. Но у Андеда денег еще больше. Как у Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Поэтому выкупай, не выкупай себе Блэйда. А там Андед великолепно продолжает укрепляться на этих двух нычках. Они, правда, скоро закончатся уже. Но мне кажется, что все равно нет шансов у Орга 6-го левела ДК. Можно, кстати, мертвых поднимать. Ну так, на всякий случай. Но он, по-моему, взял как раз Дэд Пакт. Я думаю, что у него 3-й Койл, 2-я Аура и Дэд Пакт. Хотя у Орга-то нет. Ну то есть он, если бы вызвал 6 убитых юнитов, а юниты довольно живые. Думаю, это бы заметно помогло. С другой стороны, Дэд Пакт не раз спасал жизнь. Декушечки. Гулька наглая пыталась расхарасить рабочих. Орочих. И бросились в рассыпную. Но папа Блэйд в очередной раз пришел вовремя. Так что по лимитам? По лимитам у нас, ребята, непонятная ситуация. Ну, Оргал так полкнуть, наверное, визуально. Он снова приходит на... Вот, если бы еще персоналку Блэйд покупал, цены бы ему не было. Вот персоналку даже ДК уже подсказывает. Смотри, есть персоналка. Я могу вот так вот летать и гонять тебя по всей базе. Лич очень битый. Блэйд очень высокого левела, поэтому нужно быть аккуратным. Может быть достаточно двух ударов, чтобы Лич отъехал. Так. Андетт тем временем. Орг пытался разделить армию. Атакует Андеттский второй экспант. Сеточка на Верма. И Верма умрет. Да, тут не успевает ДК. Как-то растянулась армия Уда. Орг здесь перехитрил своего подгнивающего визави. И сейчас минуснет еще и Дестра. Ё-моё, неужели выиграет? Тут еще, конечно, три Хэтхантера, три Берсерка, точнее, добавляют фокуса. А тут еще одна нычка. Но это не шкатулка, по-моему. Это такой медленный тягучий экспант. И Андетт решает отменить арку экспант для того, чтобы разменять его на один из своих. Ну такое, мне кажется, это была так себе идея. Мне кажется, нужно было ДК тупо телепортироваться. Это вот сейчас Андетт, мне кажется, дал маху. И совершил оплошность. Потому что ТЭП несен, он спас бы Верма. Спас бы Дестра. И здесь бы реально вломил арку люлей за счет лимита. А так Андетт отдает много воздуха дорогого. Плюс отдает, сейчас уже отдает. А, вот только сейчас ТП. Когда уничтожил базу. Ну тогда еще может быть ладно, еще ничего. Ну там по динамике все-таки успел, да? Уничтожить арку Мейнкан. Ну там... О, жесть. Одна плюха и минус Дестроя. Да, ребята. А, тут у Орка закончилась нычка. Вот в чем дело. У Орка закончилась и вторичка тоже. И ему нужно третичка уже. Для того, чтобы как-то 27 лимита у Зеленокожего. У Андетта 50 лимита. Ну да, у Андетта 50 лимита. Работает и все еще два экспанда. Они так равномерно качают. Там правда и с одной и с другой стороны уже мало осталось голды. Просто Орочи и рабочие добывали перманентно. А Андеттские постоянно умирали. Под гнетом. Блэйдовской... Ну это сабль называется. Хотел быстро вспомнить этот термин. Ну японский, короче, самурайские мечи. Блин, вылетело из головы слово. Обязательно вспомню. Обязательно вспомню. Вот сейчас пивка выпью и вспомню. Единственное японского пивка, безусловно. Тут миграция массовая на экспант у Орка. И Андетту били переплодить рабочих. У Андетта по-прежнему все нормально. У Орка нет ресурсов. Мало лимита. Он должен проиграть в этой игре. Ну конечно, надо отдать должное упорству. И такому оптимизму Орочи. Он действительно непреклонным оказался. И не расстроился, когда его пришпилили в первой же атаке 60 лимита Андетта. Он верил в себя. Не стал левать. И конечно, вот этому нужно отдать должное. Его качество. Непробиваемость такой. Я буду сражаться до последнего. Там будет, что будет. Ну и затянул он очень надолго. Но сейчас у нас развязка. Сразу же ловит Койл Нову. Блейдмаста. У него есть Блейдшторм. В Таракану нужно поаккуратнее. Но 20 лимита Орка очень мало лимита. А здесь целый выводок финдов. Ново по Берсеркам. Койл Андетт не жалеет сейчас ресурсов. И уничтожает сразу два довольно дамажащих юнита у армии Орка. Только сейчас у нас скроллов спид был заюзан. Ну и в общем, он затянул как мог, но выиграть эту партию, наверное, не имел шансов с самого начала. Потому что Андетт оказался лучше готов именно по макро. Ну кто его знает сейчас. Может Блейдмастер зарежет двоих героев. Случайно. Непринужденно. Будет ГГ. Так, там слева закончилась нычка у Андетта. Ну и справа тоже сейчас, я думаю, подходит к своему завершению. Но Андетта просто очень много лимита. Калитов Харас не Харасит. Это уже ничему не поможет. У вас так максимально высоких уровнях героя. Ну, то есть дальше тоже бесполезно идут. Абсолютно. Вот так, Хекс. Да нет, мы очень толстый ДК. У него Дэдпакт есть. Я напоминаю. Еще Блейдсторм делает орк. Но я не верю. Я не верю. Но Дэдпакт есть. Дэдпакт есть. Хекс. Да, вот он. Дэдпакт пошел. Сетка. И разворачивается Андетт. Кидает Сайленс. Сейчас, я думаю, Койл только что бросил ДК. Финк закапывается. Хотя, вот, под Сайленс-то не реализовал Андетт. И сейчас можно попробовать лечевку загрызть. ДК. Хекс. Хекс. Диспелла-то нету. Боже, неужели он убьет ДК. Дэдпакт. Он успеет. Бежит в магазин. Дэдпакт. Фокус по Блэйдмастеру. И нового по Блэйдмастеру. Он пытается в магазине что-то выкупить. Может быть, продать и купить. Но не успевает. Он, кстати, продал там что-то. Но купить, к сожалению, не успел. Ну, я, вы знаете, даже подтапливал немножко заебелика. Он всю игру депрессивно провел. Из очень тяжелой ситуации. Угнетающей. У него постоянно было меньше лимита. У него постоянно пропускал нычки Андетта. И он постоянно сражался. Как раз из невыгодных позиций. Из невыгодных положений. Но он стоически держался. Как настоящий герой. Отбивался. Как лев. Но, к сожалению, не хватило. Слишком высокое экономическое преимущество. Оказалось у Андетта. Но, может быть, игра не тянет на какие-то Совершенно ошеломительные сюжетные повороты. Но игра в целом мне понравилась. Она была довольно плотная. Была пара хороших микро-моментов. Ну и, в общем, я надеюсь, что вам было не скучно. С вами был Банни Вуру. Проект Best Replace. Сайт goodgame.ru Подписывайтесь на наши ресурсы. На YouTube и ВКонтакте. Есть группа Best Replace. Ну и на мой канал на YouTube. Также подписывайтесь. Буду рад видеть вас в рядах своих подписчиков. Кроме того, ВКонтакте у нас есть зал слабо, куда попадают все, кто хотя бы раз поддержал рубрику ТОП-5 самых щедрых. Прямо сейчас на ваших экранах. Спасибо вам, ребята, огромное. Вы очень помогаете в развитии проекта. Ну, в общем, это, наверное, все. Буду с вами прощаться. До следующих выпусках. Играйте в Warcraft. Тем более, патч уже вовсю тестируется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok